Время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. Пахнет ужасно, буквально и фигурально, рассказала мама ребенка, которого госпитализировали в районную больницу Флорешт. Женщина разместила видео на своей странице в социальной сети и показала условия в лечебном учреждении. Она обвиняет власти в том, что отремонтированные палаты используют только для телекамер. В палате холодно и ужасно пахнет. Так описывает условия содержания пациентов Флорештской районной больницы женщина, которую госпитализировали в медучреждение вместе с ребенком. Позвольте показать вам еще одно гламурное видео для господина Кику. Это ребенок, который с 9 вечера до 6 утра боролся с температурой 40 в палате больницы Флорешт, где зуб на зуб не попадает, потому что снаружи 4 градуса. Как вы думаете, господин Кику, господин Дадон, госпожа Виорика, мы вернемся домой здоровыми? Женщина также пожаловалась и на лечение, а по ее словам, ребенок не заражен коронавирусом, а страдает другим заболеванием. Вот так выглядит ванная комната. Мечта. Прекрасно. Здесь нам нужно мочить платок, чтобы положить его на лоб, потому что температура высокая и не падает. У нас нет воды, у нас только эта бутылка. Тысячи, тысячи вкладывают в лечение пациентов. Женщина также рассказала, что в больнице есть отремонтированные палаты, но их берегут для демонстрации властям. Там есть несколько палат, где очень хорошие условия, но они для камер, а не для того, чтобы делать новые репортажи. Но обычные пациенты лечатся в таких палатах. Кстати, господин Дадон, вы были здесь на прошлой неделе? Вы заходили сюда, в это отделение? Вы знаете, как все хорошо? Вам понравилось? Да, господин Кику, у меня есть претензии. Не гламур я еще, а здоровье. А здесь у нас полная антисанитария. О каком лечении можно говорить? Да, госпожа Думбревяну, мы позволяем вам выполнять свою работу с достоинством, которое вы, к сожалению, потеряли где-то по указаниям Дадона. Но у нас есть право хотя бы на небольшую долю достоинства. Оставьте наивные лица и роль козлов отпущения и начните говорить правду, которую мы видим, чувствуем и переживаем. Не играйте театральную роль перед камерами, чтобы сделать вид, что все хорошо. Кроме больных ковид, есть и другие пациенты, которым необходимы достойные условия, а не гламур господин Кику, написала женщина в соцсетях. Напомним, ранее женщина из сорок, инфицированная коронавирусом, заявила, что заразилась от медицинского персонала. Пациентка рассказала, что ей сделали операцию, и через несколько дней она почувствовала себя плохо и позже получила положительный результат на COVID-19. В свою очередь, премьер-министр Ион Кику предложил пациентам не устраивать гламурные живые выступления, признав, что состояние больниц катастрофическое, и обвинил в этом бывшее правительство. В то же время, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виарико Думровяну обратилась ко всем с просьбой не срывать свой гнев на представителях власти. Наш телеканал попытался связаться с пресс-службой президента и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, но не кормя на стерпу, пресс-секретарь аппарата главы государства, не Кристина Стратулат. Советник по связям с общественностью Минздрава не ответили на наши звонки и сообщения, чтобы прокомментировать обвинение пациентки, госпитализированной с ребенком во Флорежскую районную больницу. Однако советник премьер-министра по связям с общественностью Виталий Драганча сказал нам, что в течение многих лет на систему здравоохранения никто не обращал внимания и то, что мы имеем сегодня, является результатом поведения и отношения бывшего правительства. 195 человек, зараженных новым вирусом, госпитализированы в тяжелом состоянии. 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом на утреннем брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Верика Думбровяну. В целе Брэнзиена Единицкого района, в котором не так давно ввели карантин, у более чем 70 пациентов психоневрологического интерната по результатам тестирования выявлен COVID-19. Кроме того, как сообщается, умерли еще две женщины, зараженные коронавирусом. Обе – жительницы Кишинева. Одна – 53 лет, вторая – 81. Учитывая эти две смерти, общее число летальных исходов достигло 72. Согласно последним данным об эпидемиологической ситуации в стране, представленным министром здравоохранения, труда и социальной защиты Верикой Думбровяну, на сегодняшний день в республике по результатам почти 12 тысяч проведенных тестов, общее количество случаев заражения – 2548 человек. Из них завезенных в страну – 132, остальные – локальной передачей инфекции. В настоящее время у нас 10 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания. Пятеро – в республиканской клинической больнице, пятеро – в больнице скорой медицинской помощи. 195 человек находятся в тяжелом состоянии. У 504 пациентов – состояние средней тяжести. Представители Национального агентства общественного здоровья сообщили, что в селе Брынзена Едининского района, которое находится в карантине с понедельника, по результатам тестирования выявлено 89 заболевших COVID-19. Из них 73 – это пациенты психоневрологической школы-интерната. Все заболевшие были переведены в государственные медицинские учреждения для лечения. Остальные помещены в профильные клиники, по большей части – в психиатрическую больницу в Бельцах. Среди инфицированных есть и медицинские работники, но их число пока неизвестно. Все сотрудники были протестированы еще вчера – все 145 человек. Сегодня мы ожидаем результатов сразу от двух лабораторий. В настоящее время 505 пациентов прошли лечение и выздоровели. 72 человека умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. В Гагаузской автономии шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Все они были выявлены у сотрудников одного из винодельческих предприятий Вулканежского района, на котором работают более 200 человек. Заболевшие – жители сел Чемешкёй и Етулия, а также самого города Вулканежты. Первый пациент с этого винозавода к нам поступил в пятницу. За последние два суток к нам поступило еще пять человек с этого винозавода, из которых, к сожалению, двое человек – это не непосредственно работники винозавода, а родители детей, которые работают на винозаводе. Это взрослые, достаточно пожилые люди. По всей видимости, дети пенсионеров переболели коронавирусом в легкой форме или скрыли заболевание, но заразили родителей. В настоящий момент винодельческое предприятие закрыли на карантин. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2,5 миллионов человек. Из них чуть более 170 тысяч – это летальные исходы. На печальных лидирующих позициях по инфицированию населения по-прежнему остается США, за ними Испания, Италия, Германия и Великобритания, вытеснившие на данный момент Францию. При этом в Объединенном Королевстве при 125 тысячах выявленных случаев COVID-19 пока ни одного случая выздоровления. Власти США продлили закрытие границ с Канадой и Мексикой до 20 мая. Запрет на въезд в Америку распространяется почти на всех людей, независимо от того, гражданами какой страны они являются. Исключение – американские граждане, их семьи и американские военнослужащие. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за борьбы с распространением коронавируса в стране временно запретят эмиграцию. По его словам, это будет сделано ради сохранения рабочих мест американцев. В России 21 апреля несколько тысяч человек вышли на стихийный митинг во Владикавказе. Люди протестуют из-за потери работы и недостатка информации о ситуации с COVID-19, требуя диалога с властями. В то же время жители Ростова-на-Дону устроили виртуальный протест. Подобные акции прошли также в Екатеринбурге, Красноярске и столице РФ. В Москве начала принимать пациентов инфекционная больница, которую построили всего за месяц. На ее территории находится новое общежитие, в котором поселят медицинский персонал. Оно рассчитано на 1300 человек. В столице Казахстана, городе Нур-Султан, также в очень короткие сроки, всего за 13 дней, построили новую инфекционную больницу. На данный момент в стране зафиксировано около 2000 инфицированных. Около 800 тысяч австралийцев потеряли работу в первые три недели самоизоляции из-за коронавируса. По оценкам Резервного банка Австралии, страну ждут худшие экономические потери со времен Великой депрессии начала прошлого столетия. Переболевший COVID-19 актер Том Хэнкс рассказал в интервью о том, как протекала его болезнь. По его словам, температура сопровождалась постоянной слабостью и подавленностью. У жены актера, Риты Уилсон, была более тяжелая форма. Она потеряла чувство вкуса и обоняния. Сейчас оба супруга уже здоровы. Исторический рекорд. Из-за пандемии COVID-19 стоимость барреля американской нефти упала ниже нуля долларов. Американские СМИ пишут, что это произошло из-за переизбытка нефти на рынке, отсутствие покупателей и переполненных нефтехранилищ. Сегодняшний день войдет в историю мирового нефтяного рынка. Сначала североамериканская нефть WTI с поставками в мае подешевела до 0,01 доллара за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи. Это произошло вечером 20 апреля. А затем ее котировки и вовсе оказались отрицательными. Майские фьючерсы торговались по минус 40 долларов за баррель. Это означает, что продавцам нефти пришлось доплачивать покупателям, лишь бы они забрали сырье. По данным зарубежной прессы, эксперты утверждают, что снижение стоимости связано с низким спросом на мировом рынке на фоне пандемии коронавируса. Заводы не работают, транспорт не ездит, поэтому мир не нуждается в таком количестве нефти. Эталонная марка Brent, самая востребованная в Европе и в остальном мире, с более умеренной динамикой упала на 1% до 26,7 долларов за баррель. На прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия и остальные страны ОПЕК договорились сократить добычу в мае и июне почти на 10 миллионов баррелей в день. Но и этого недостаточно для восстановления рынка. В понедельник президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты воспользуются историческим обвалом цен на нефть, чтобы купить 75 миллионов баррелей для заполнения стратегического резерва США, пишут американские СМИ. Таковы новости к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного вам дня в продолжении. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин